Здравствуйте, это обзор от БИЛЬД. Несколько депутатов российских региональных парламентов от Петербурга до Владивостока пытаются делать официальные заявления против так называемой спецоперации. Слышат ли их в Кремле? А если да, то как реагируют? Об этом мы поговорим с политологом профессором Соловьем. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Валерий Дмитриевич, скажите, насколько для вас кажутся неожиданными эти выступления депутатов региональных парламентов? Они выглядят и неожиданными, и ожидаемыми. Я объясню, почему. Они могут быть поставлены в ряд с заявлением, публичным заявлением российского дипломата Бондарева. Здесь очень важно иметь в виду, что прошли несколько месяцев после начала того, что в России называют специальной военной операцией. И в данном случае мы имеем дело не с эмоциональной, первой сильной, но эмоциональной реакцией, а с продуманным решением, продуманным заявлением. И эти заявления надо рассматривать в рамках теории рационального выбора. Люди прекрасно понимают, что они делают, почему они это говорят, и они это делают в интересах будущего, в том числе собственного будущего. Это очень важно. Мы обязательно поговорим, да, о будущем, но тем не менее, насколько, на ваш взгляд, такие заявления, что региональных депутатов, что дипломатов, выглядят чувствительными для Кремля. Они не выглядят очень болезненными пока что, но если их число будет множиться, если эти заявления будут тиражироваться в публичном пространстве в России и вне России, то это будет влиять на настроение. Причем настроение не только общества, потому что в данном случае выступают люди, которые относятся так или иначе к истеблишменту. Влиять на настроение истеблишмента, а именно этого Кремль сейчас больше всего опасается. Изменение отношений внутри истеблишмента. Интересный момент. Вы сказали о том, что это продуманная стратегия, но на ваш взгляд, чего здесь больше? Какого-то личного мужества, особенно когда это региональный депутат, или какой-то политической игры? Я думаю, что присутствует в разных пропорциях и то, и другое. Здесь нельзя обойтись без экстенциального выбора. Он, безусловно, присутствует. Но еще раз повторю, прошло несколько месяцев после того, как развернулась так называемая специальная военная операция. Значит, здесь есть уже продуманность. Это вопрос именно политической стратегии. Люди думают о том, что будет после. Они хотят иметь хорошую репутацию не только сейчас, но и в будущем. То есть это отнюдь не жест отчаяния. А насколько это опасно для региональных депутатов? Ну вот, например, Борис Вишневский, который об этом говорит в Санкт-Петербургском законодательном собрании. Это может повлечь для него серьезные последствия. Для Бориса Вишневского, который известен как давнишний возмутитель спокойствия, это вряд ли что-то повлечет. От него никто другого ничего и не ожидал никогда. А вот если речь идет о региональных собраниях относительно небольших городов, небольших по численности, с не очень развитой системой коммуникации в виде социальных медиа, то да, на судьбе этих депутатов это может отразиться негативно. Их могут начать рисовать. Против них могут возбудить уголовные дела. Сперва административные, а потом уголовные. Так что да, они могут столкнуться с проблемами, несомненно. Павел Дмитриевич, любые такие заявления в России как-то исторически так сложились, адресуются лично Путину. И вот как раз в Приморском собрании, там как раз обращались, это было такое зачитанное обращение или письмо к Путину. А Путин узнает об этом? Или Путин об этом даже и не знает? Ему могут об этом доложить в сводке. Ему может об этом доложить Песков. Он один из первых людей, который приходит к Путину. Ему, если не доложат Песков, то это может быть ему положено на стол в одной из папок с докладами от ФСБ. Когда число таких случаев увеличивается, да, несомненно, его об этом советуют известны. И ждут его реакции. Он может просто хмыкнуть, не придать этому никакого значения, а может отдать распоряжение, устное распоряжение разобраться с этими опасными диссидентами. Павел Дмитриевич, как вы думаете, есть ли люди в окружении Владимира Путина, которые как раз согласны с этими региональными депутатами? Конечно, эти люди есть. Их уже не так мало. Я бы сказал, что даже если изначально они поддерживали Владимира Владимировича, сейчас они, по крайней мере, сомневаются. У них возникли очень серьезные колебания по понятным причинам. Это не то, чего они ожидали. Это приносит им те, я бы сказал, конечно, в кавычках, лишения и страдания, от которых они давно отвыкли и на которые, к которым они никак не готовились. Поэтому, да, они смотрят эти люди за тем, как меняется общественное мнение. И как только Владимир Владимирович ослабеет, что, видимо, произойдет осенью, а общественное мнение начнет меняться, часть из этих людей, я подчеркну, из ближайшего окружения Путина, может обратиться через лидеров общественного мнения к российскому обществу. Валерий Дмитриевич, если говорить наоборот о тех, кто считает, что надо идти до конца, как много людей толкают Владимира Путина к такому сценарию? Ну, главный человек это сам Владимир Владимирович. То есть он главный ястреб? Я не могу идти до конца. Конечно. Главный ястреб, безусловно, сам он. Он вдохновитель, главный протагонист и главный стратег всей этой идеи. Ну, плюс люди, которые с ним солидарны, которые искренне солидарны. Это очень интересно. Ну, вот, допустим, его на это вдохновлял Юрий Ковальчук. Кажалось бы, человек из бизнеса, ну, или, по крайней мере, занимающийся сейчас бизнесом. Но, тем не менее, он тоже поддерживал эту идею. Хотя они, конечно, рассчитывали, что она реализуется иначе. Так что, да. Плюс силовики. Но силовики одновременно крайне недовольны тем, как все это идет. Потому что готовились к одному. Они предупреждали, кстати, Путина, что не все в порядке с импортозамельчением, не все в порядке с вооруженными силами. Не все так гладко пойдет на Украине, как обещал пятая служба ФСБ. И поэтому у них тоже есть причины быть недовольными. То есть, ястребы недовольны по другим основаниям, чем условные голуби. Конечно, голос ястребов сейчас клёкок слышен гораздо лучше, чем щебетание голубей и соловьев. Вы понимаете? Валерий Дмитриевич, ну, вот я сейчас слово спекуляции буду употреблять не в негативном контексте, а в таком. Я понимаю, да. Вот те спекуляции, которые были опубликованы Медузой, да, по поводу того, что есть партия более жестко настроенная, есть партия более мирно настроенная, и Владимир Путин между ними балансирует, но не удовлетворяет ни тех, ни других. Ваша конструкция этому противоречит? Нет, она не противоречит нисколько. Дело в том, что Медуза написала то, что и порекомендовали написать в администрации президента. Это я знаю прекрасно. Прям рекомендовали? Ну, просто, может быть, слили что-то, вот и все. Или прям порекомендовали? Да, хорошо. Да, это поправка, это поправка, да, которую я принимаю. Это была модифицированная и дозированная информация. Она, кстати, отражает действительность. Но очень важно, что она подается так, как это нужно администрации. И это само по себе вносит в дискурс, да, в общественное мнение, иную диспозицию. То есть администрация заинтересована показать, что есть недовольные Путиным, что называется в самом сердце Мордора. Это чрезвычайно важно. Это очень любопытный сдвиг, согласитесь. Валерий Дмитриевич, а может ли, ну, давайте так это назовем, окончательный захват Донбасса, ну, вот на данный момент, да, захват Донбасса, стать предпосылкой к концу войны? Или это невозможно? Конечно, Кремль бы хотел. Он бы хотел после этого, ну, если не подписать мирное соглашение, то хотя бы добиться перемирия. Но на этом он бы не закончил свою операцию. Он все равно бы потом стал двигаться дальше и вперед. Это уже понятно. Но в данном случае осталось дело за малым. Уговорить Украину, Великобританию, Соединенные Штаты. Уговорить их, как вы видите, просто невозможно. Ну, что значит, пока только начали уговаривать. Как вы оцениваете как раз заявление Киссинджера по этому поводу? Как очень успешную политику, внешнеполитическую политику Кремля. Она имеет свою цель отколоть Европу, Европу от Англосаксонского альянса и попытаться повлиять на настроение в эстеблишменте при Соединенных Штатах. Но пока что это не получилось. Ну, точнее, Европа-то занимает особую позицию. Мы это видим. Потому что говорят итальянцы, итальянцы, французы, немцы. Ну, и примкнувшие к ним Венгрия с Кипром. Вот. Но Соединенные Штаты и Великая Британия пока твердо стоят на своей первоначальной позиции. Думаю, продолжат ее придерживаться. Валерий Дмитриевич, давайте представим, что это чей-то хитрый план, может быть, самого Владимира Путина, а может быть, каких-то его приближенных, распустить слухи о его болезни. Ну, вот специально, например, теоретически. Допустим, он обмандывает и вас, и меня, и так далее. Зачем правители иногда так делают? Ну, это известная азиатско-византийская хитрость, когда вы хотите проверить лояльность. Ну, дело в чем. Поскольку эти слухи сейчас возвращаются в Россию, точнее, направляются в Россию из западных медиа, в том числе, вполне себе респектабельных, и от людей, которых никак нельзя назвать маргинами, а которые принадлежат к эстеблишменту, то это на самом деле вполне себе сознательная информационная стратегия Запада, который хочет тем самым показать российскому эстеблишменту, что дорогие русские визави, вам не надо полагаться на Путина. Его слово не будет скоро стоить, ровным счетом ничего. Ни на какие гарантии Путина. Подумайте о будущем здесь и сейчас. Типологически это похоже на то, что американцы делали осенью прошлого года, когда через Блумберг и другие СМИ, они стали сообщать о готовящемся вторжении России или о начале операции России против Украины. Вы помните, это была сознательная информационная стратегия, призванная отсрочить эту операцию и смешать карты российского руководства. Сейчас происходит нечто похожее. Информация, на которую они полагаются, надежна и объективна. Валерий Дмитриевич, если завершать эту тему и наш сегодняшний разговор, ну завтра, допустим, Путин по каким-то причинам действительно не президент. И что? Что-то поменяется? Поменяется очень многое. Ну, во-первых, потому что появится новый орган руководства. Во-вторых, изменится практически сразу же настроение внутри общества. Это произойдет, может быть, не в течение нескольких часов, но волны будут распространяться чрезвычайно быстро. И меняться начнет все. Путин — это стержень системы, которую он создал. Как только стержень подвергается эрозе или тем паче начинает рассыпаться, начинает рассыпаться система. Сначала она вибрирует, а потом рассыпает. Спасибо большое. Валерий Соловей был с нами на связи. До свидания. Россия угрожает заблокировать вывоз продовольствия из Украины. Это может обернуться всемирным продовольственным кризисом. О том, что такое морская блокада в 21 веке, мы поговорим с главным редактором сетевого издания Маритим Булетень Михаилом Войтенко. Здравствуйте. Михаил, скажите, как вы оцениваете объемы перевозок по морю продовольствия из Украины в мирные годы? В мирные годы в основном именно морем это все дело перевозилось. Прежде всего зерновые и подсолнечное масло, что, как известно, составляет большую часть или большую часть мирового экспорта продовольствия. То есть это действительно значимая величина в европейском и мировом масштабе? Очень значимая. Есть ли примеры того, как организованные какие-то специальные коридоры были во время боевых действий для того, чтобы ввозить или вывозить те или иные продукты? Нет примеров таковых. Вот Россия гордо заявила, когда там два дня тому назад, что они делают такого рода коридор для вывоза всего подряд из Мариуполя. Но, собственно говоря, я не понимаю, о каком коридоре идет речь, если Мариуполь находится под российским контролем, а также порт, а также суда в этом порту. Ну и, собственно говоря, все Азовское море. Поэтому называть это каким-то коридором нет, нельзя. Я могу сказать, что можно назвать коридором. Что? Вот, скажем, если Россия и Украина под, скажем, там, контролем кого-то и чего-то устроят коридоры для вывоза и ваза, зерновых, прежде всего, и спортов Украины, Черноморск, Одесса. Вот это и будет коридором. Ну и здесь необходимо именно обоюдное решение, согласие и взаимодействие. Чего? Ну, сто процентов не будет. Даже если заявят, что нет, вот будет, мы согласны, мы вот сейчас договоримся. И этого не будет. Но при этом у России действительно есть силы устроить настоящую морскую блокаду. Так она и уже устроила эту морскую блокаду. Украина находится под очень плотной морской блокадой, то есть стопроцентной морской блокадой. Но есть ли какие-то международные правила, которые Россия не может игнорировать? Нету. Вообще? Никаких? Есть ли какие-то рычаги? Вообще, вообще. Могут? Рычаги, ну... Сейчас Россия запускает в действие рычаг наоборот. Украина стала потихоньку налаживать экспорт зерновых путем вывоза зерновых, ну, прежде всего, у Румынии. И оттуда, опять же, отправка тем самым морем. Ну, просто, скажем, Румыния не была готова к такому наплыву грузов, грузопотока. И пока все это наладится, Бог его знает. Ну, наверняка будут пытаться вывозить зерновые железные дороги там в Европу, в любой порт готовый принять. Вот. А Россия, в свою очередь, вот она заявила, когда? На прошлой неделе о том, что... Прямо заявила, я даже удивился, честно говоря. Я не ожидал такого. Вот только что Россия разлагольствовала. В один и тот же день она говорила о том, что Украина там нашвыряла мины, из портов выйти нельзя, и Украина использует остановленные, застрявшие в портах Украины суда для прикрытия в качестве живого счета. И тут же она заявляет, мы, значит, готовы сделать эти коридоры, то есть помочь продовольствиям голодающему миру, вот какие мы гуманные, но при условии, что с нас снимут санкции. Ну и тут, собственно говоря, все сказано. Я даже не знаю, как это можно было так проговориться. Или уже настолько... Я не знаю. Если Россия по большому счету признается в том, что она блокирует вывоз продовольствия из Украины, могут ли другие страны каким-то образом отвечать? Могут ли начаться проблемы у российских судов за рубежом? Или, может быть, вообще закрыты для них проливы? Да, собственно говоря, этих проблем у российского судоходства уже как собак нерезанных. Просто как собак нерезанных этих самых проблем. И опять же, если говорить о тех ручейках, которые все-таки исходят и входят российские порты, то там вовсю используются суда, иностранные суда, иностранных компаний, и как, что ты тут с этим сделаешь, ничего ты тут с этим не сделаешь. Если только... Нет, понимаете, вот каких-то реальных рычагов взять и наказать Россию за то, что она не желает устроить такие коридоры, просто нет. И так уже запустили в действие все, что можно. То есть по большому счету... Нет, я не вижу реального чего-то такого. То есть по большому счету это действительно может стать инструментом торга. Вот эти коридоры для украинских грузов. Да видите, в чем дело. Ну вот торг, торг, ну хорошо, торг, да торгуется. Ладно, Украину скажут, мы будем спокойно выпускать эти суда из наших портов и принимать в наших портах и обрабатывать в наших портах. Россия скажет, окей, вот мы сделаем зеленые коридоры, мы гарантируем безопасность, мы, соответственно, разминируем фарватеры, подготовим для... Потому что мин-то накидали уже в УИС только. Ну не будем забывать, что в России сильнейший, ну на Черном море точно, не во всем Средиземноморском, Черноморском регионе, сильнейший флот минных трайщиков. То есть Россия может разминировать достаточно быстро и просто, сделать безопасный фарватер. Но где гарантии того, что Россия, а может быть даже Украина, возьмет и не нарушит вот этот вот зеленый коридор, гарантии и каким-то образом, значит, из-под тяжка не обстреляет, не потопит какой-нибудь транспорт. Ну где? Кто даст эти гарантии? Кто верит кому сейчас? Вы знаете, вот честно вам сказать, я неплохо знаю историю 20 века. Я вам скажу, даже во Второй мировой войне такого полного какого-то отвержения всех и всяческих правил, элементарных каких-то самых базовых человеческих принципов сосуществования даже во время войны не было. Это что-то такое. Это война, воистину война 21 века. Нет никаких правил, нет никаких принципов, нет никакой морали. Убивай всех. Ура! Михаил, последний вопрос. Насколько другие страны, которые выходят к Черному морю, чувствуют сейчас последствия этой войны? Да, собственно говоря, все чувствуют, но как вам сказать, те, кто завязан, чувствуют, если они завязаны достаточно основательно на Украину и украинские грузы, для кого-то это уже в каком-то смысле становится в чем-то выгодно. Ну вот, например, Румыния, Константа, сейчас завалена этими грузами украинскими, везти-то через чего-то надо. Наверное, Болгария последует примеру, Румыния. А насколько для их судов сейчас безопасно Черное море, потому что, ну, мина такая вещь, которая может отплыть куда угодно? Безопасно. Вот смотрите, вот от Змеиного и дальше южнее и юго-восточнее судохвоство цветет, так сказать, и пышет, то есть бьет ключом это судохвоство, его не трогает. То есть вот ограничено. Ну, тут Россия-то тоже не может палку перегибать. Если она начнет, так сказать, давить и крушить все подряд в Черном море, все, что шевелится, да, ну, тогда уже действительно не исключено, что НАТО ведет свои военно-морские силы, а какова реальная боевая мощь российского военно-морского флота на Черном море, мы уже успели убедиться на примере борьбы с ним в Украине. Спасибо большое. Вот это, собственно говоря, вообще нет. Да, спасибо большое, Михаил, до свидания. Издание «Медиазона» попыталось посчитать все официальные сообщения о гибели российских солдат. Что из этого получилось, мы поговорим с редактором «Медиазоны» Дмитрием Трещанином. Дмитрий, здравствуйте. Привет. Дмитрий, расскажите, как вы попытались посчитать сообщения о смерти российских военнослужащих и что из этого получилось, сколько вы их насчитали? Ну, глядите, на самом деле тут важно подчеркнуть, что мы считаем публикации родственников или публикации в каких-то медиа, в том числе в официальных, ну, практически все, на самом деле, публикации так или иначе проходят через официальные медиа, потому что вся информация проходит через военкоматы, это вполне себе официальная структура. И этих сообщений, на самом деле, много, но не так много, как, например, заявляют украинская сторона и даже, как заявляют западные аналитики. То есть, если украинская сторона, если я не ошибаюсь, сейчас говорит о потере, о смерти 29, даже больше, может быть, уже тысяч человек, да, военные аналитики западные говорили еще в апреле о том, что погибло от 7,5 до 15 тысяч, у нас совершенно другие цифры, и это понятно совершенно. Мы видим только то, что нам дают увидеть. И мы насчитали сейчас, вот у нас на сайте стоит цифра 2622 человека, но поскольку мы обновляем нашу статистику примерно раз в две недели, я могу сказать, что при следующем обновлении мы уже уверенно перевалим через 3000 человек. Это как бы, мы видим это по динамике, что вот мы сейчас как раз подбираемся к 3000, и у нас в так, в экологии, скажем так, если уж говорить с терминами, то есть людей, которые мы нашли, но еще не проверили, не поняли, действительно ли эти люди имеют отношение к войне в Украине, у нас уже там человек 200 накопилось, это порядочная цифра. То есть я правильно понимаю, что вот эти около 3000 человек это то, что российские власти так или иначе разными своими уровнями, ну, по большому счету признают? Тут, глядите, тут важно, что есть два потока. Они, по большей части, так, сузависимы друг с другом, но, тем не менее, их надо разделять. Первое, это их превалирующее, это то, что действительно сообщают власти через газеты, устраивают даже какие-то траурные мероприятия, проводят какие-то траурные линейки в школах, уроки мужества, рассказывают, как правило, там, если выпускник школы какой-то погиб, детям рассказывают какие-то мероприятия с участием юнармии, их приличное количество. Плюс это действительно публикация в официальных или около официальных источниках, там, какие-то герои Z или что-то вроде этого. Их очень много, там действительно мы, наверное, таким образом собрали из наших почти трех тысяч, тысячи две, не меньше. Второй поток, это когда родственники сообщают, и здесь совершенно другая картина, потому что очень часто мы находим пост, что там просто «упокойся с миром, дорогой братишка», и совершенно непонятно, где этот человек погиб, служил ли он в армии вообще, или был добровольцем, или был наемником. Мы не включаем наш список наемников, но включаем добровольцев. Такая достаточно странная логика, но вот мы к ней так пришли. Мы также не включаем потери так называемых ЛНР, ДНР, потому что мы изначально думали, что это невозможно будет посчитать. На самом деле мы ошиблись. ДНР очень достаточно честно сообщает о своих потерях, а ЛНР не сообщает вообще ничего. Две, казалось бы, одинаковые, но при этом такие разные республики. Да, но тогда то, что говорят западные аналитики и украинская сторона, они-то, наверное, не делят их по ДНР, ВНР и Российской Федерации. Они считают все вместе? Разумеется, разумеется. И тут важный момент, который мы еще дополнительно с нашими коллегами, вот сейчас мы договоримся с нашими коллегами. В одном российском издании, я уж не знаю, эти коллеги мне еще не давали разрешения говорить об этом, но тем не менее мы пытаемся статистическими методами оценить, насколько наши данные не полны. И по моим личным авторским ощущениям, наши данные на... Вы должны понимать, что эти данные поступают с очень большой задержкой, с очень большим опозданием. То есть я вот буквально своими руками я добавил нескольких погибших вчера, кто погиб 26 февраля. Неделю назад я добавлял погибших 24 февраля. То есть это очень большая задержка происходит. И по нашим таким вот пока ощущениям, которые еще не проверены статистическими методами, мы видим 50% от тех потерь, которые были примерно на середину конец марта. То есть вот на первый этап войны, когда мы были... На самом деле тогда же и по нашим же ощущениям были основные потери, потому что когда были бои на севере Украины и когда в бой бросали штурмовые подразделения спецназа, спецназ ГРУ там, например, участвовал, куда бросали вот это вот безумные атаки Росгвардии на автозаках, их, по-моему, было три, ну не меньше двух точно, когда колонны с автозаками расстреливались, когда ВДВ не слово, просто потери по 100 человек в день и больше. Вот этих потерь, по нашим ощущениям, сейчас уже нет, но эти потери еще опубличены, ну максимум на 50%. Вот по моим, мои ощущения, я еще раз повторю, это недоказанные данные, это ощущение человека, который в этом копается, что вот те цифры, которые озвучивались западными разведками про 7500, они близки к реальности. Про 7500 я подчеркну на конец марта, может быть, начало апреля. То, что происходит сейчас, это вообще терра инкогнито, потому что данные об этих потерях только-только начинают поступать, только-только начинают аккумулироваться. Мы еще их не разбивали, собственно, до и после вывода из-под Киева, это тоже следующая задача, которую нам предстоит сделать. Но очевидно, что, например, те потери, о которых сейчас заявляет, опять же, разведка, что Россия понесла потери при попытке переправиться через Северский Донецк 400 человек, мы этих 400 человек не видим, и я думаю, что увидим, например, их к концу июля. И то, скорее всего, мы увидим примерно половину. Я скорее всего, я прям уверен, что к концу июля мы примерно скажем, да, мы видим, что при переправе через Северский Донецк погибло 200 человек, и это прямо заявлено, что это 200 человек там действительно были. Да, Дмитрий, еще одна тема, это мародерство, тема, которая, в общем, последние месяцы часто всплывает. Сайт Медиазона пытается анализировать, куда отправлялись грузы. Расскажите, какие регионы больше всего получили, ну, такого специфического груза? Тут нельзя сказать, что какие-то регионы можно выделить, потому что буквально в мародерстве по тем данным, которые мы получили только с одной курьерской службы, я подчеркну, что мы исследовали только одну службу, и то только потому, что у нее просто самые открытые данные. Мы видим, что в этом мародерстве участвовала вся Россия, вот буквально от Калининграда до самого-самого Дальнего Востока. И здесь выделяются, скорее, не регионы, здесь выделяются небольшие, на самом деле, города, типа Юргия или Чембархуля, но зато в этих городах стоят крупные воинские соединения. То есть, если говорить про Чембархуль, то там два танковых полка. Или, например, Рубцов, с которого начиналась вся эта история, он там, у нас не в топе даже городов, но там стоит часть внутренних войск, ну, то есть, нацгвардии, да, и так далее. То есть, это все наши населенные пункты, кроме самых крупных городов, они так или иначе привязаны вот прям к конкретным военным базам, к конкретным военным соединениям. А как-то Екатеринбург выделяется. Да, Екатеринбург, Самара и Новосибирск из миллионников выделяются, где очень сложно отсечь. Но вот я, как человек из Самары, могу сказать, что это, конечно, не для Самары посылки. Это посылки для такого военного городка Рощинский, который под Самарой, он закрытый, там нет отделения СДЭК. Ну, кстати, вот, если говорить о твоем родном Оренбурге, то там Тотская выделяется. Тотская, это тоже, да, это город-часть, можно сказать. Да, да, это фактически, там, по-моему, два... Тотская 2, да. Да, там два, так сказать, трилковых полка стоит, если я не ошибаюсь. Это тот самый Тотская, где проводились когда-то ядерные учения. И вот теперь туда тоже идет награблено. Но если говорить про такие макрорегионы, то могу сказать, что Сибирь и Дальний Восток, это вот половина от того, что... Больше, наверное, даже половина от того, что поехала от границы. От границ. Причем это здесь очень такое растянутая по географии история, потому что мы нашли 13 населенных пунктов. Маленькие населенные пункты. Даже россиянину ничего не скажут. Это название Валуйки. Валуйки. Ну, почему же? Валуйки. Простите, простите. Мы тут еще с коллегой спорили Парголовы или Парголовы. Я не знаю, как до сих пор. Дмитрий, хорошо, что на самом деле в тот момент, когда вы говорили о ТОСКОМ, камера меня не показывала, потому что это моя родная стрелковая дивизия, а теперь бригада, где я проходил как раз стажировку в войсках. Но все-таки как раз вопрос, который так или иначе меня беспокоит. Я видел в вашей публикации, что кто-то отправлял к себе беспилотник Орлан. Это с ДЭКом пользуются в каких-то военных целях? Да, нам вот в комментариях высказали эту версию, что вы зря обвиняете военнослужащих воровстве собственной техники. Это в ремонт отправили. Ну, действительно, давайте рассмотрим эту версию, что у Орлана во время очередного боевого вылета отпаялся проводок. Невозможно это починить в полевых условиях. Поэтому капитан, по погонам видно, что это капитан, капитан решил за свой счет, оплатив собственной карточкой МИР, довезти этот Орлан до города Валуйки, Валуйки, anyway, и отправить, а вот куда он отправил? Не в Петербург, где, собственно, выпускаются эти дроны, и, видимо, не в Москву, а куда-то вот он ушел туда, в Сибирь, на Дальний Восток. То есть я знаю, что на Амуре есть фабрика, которая производит, авиационный завод, который производит истребители, но он не имеет никакого отношения к беспилотникам. То есть, скорее всего, то есть 99,9%, давайте не будем исключать вот эту вот вероятность, что он действительно отправил своему знакомому гаражному технику в ремонт этот Орлан, что этот, скорее всего, дрон будет использоваться, я не знаю, как-то в мирных целях, но, я не знаю, следить за посевами конопли в Уссурийске. Какие еще варианты могут быть? Для чего еще можно использовать Орлан? Это же не дрон, который зависает, он должен лететь. То есть это такая техника, которая покрывает достаточно большие расстояния, но при этом не может зависать. Да, он может сбрасывать бомбы еще. Я не знаю, зачем, например, в Уссурийске или в Чебаркуле сбрасывают бомбы. Дмитрий, ну вот мы говорим об этом мародерстве и об этих посылках, а о каких объемах идет речь? Ну, мало ли, ну, действительно, кто-то что-то себе взял, наверное, несколько десятков, может быть, сотен тысяч килограмм и все? На самом деле мы нашли не очень много, 58 тонн. То есть это, ну, там, две-три фуры. То есть по сравнению с тем, что мы видим в кадрах, которые показывает украинская сторона, мы, конечно, подтвердить-то их не можем, но, тем не менее, мы видим, как там фурами вывозят зерно, предположительно, да, как бы, а что там еще может быть? Ну, может быть, пустые фуры идут, я не знаю. Мы же не можем внутрь заглянуть. Мы видели, опять же, машины, украшенные буквой Z, которые вывозили за границу. Я, честно говоря, не очень представляю, как наше ГИБДД будет реагировать, когда эти машины будут ставить на учет, ну, может быть, как через ДНР и ВНР, как раз мы же признали их дипломатически, может, они на номерах ДНР будут ездить, все эти машины. У нас, как бы, здесь очень простое. Боец не располагает собственной техникой для вывоза, ну, боец, я имею в виду, там, наверное, как раз до уровня капитана или майора, не располагает специальной техникой для того, чтобы вывозить награбленное, в отличие от генералов, которые могут себе позволить такое. Поэтому он везет в той технике, которая ему подчиняется. То есть, как бы, если это мотострелковая дивизия, то, соответственно, БМП или БТР, вот сколько места позволяет внутри, столько и везут. Танковая часть какая-то. Танк много не поместится, но зато для танка нужно подвозить там снаряды, еще какое-то снаряжение, есть грузовики. Вот он тут, как бы, в Украину он идет полный, а обратно порожняком. Почему бы? Ну, соответственно, и мы видели, на самом деле, мы, вот это вот самые знаменитые, наверное, фотографии, одна из самых знаменитых фотографий после того, как российские войска оставили Бучу, это сожженный российский армейский грузовик, и у него в кузове стоит три сгоревшие же стиральных машины. Не знаю, как вы смотрите такие фотографии, Яндекс такого не показывает. Да, Яндекс такого не показывает, надо смотреть в Гугле, если что. Я специально даже, я когда, вот мы сами монтируем для себя видео, которое можно посмотреть у нас в канале Медиазона, и я как раз искал иллюстрации для этого видео, забил в Яндексе сгоревшие грузовики со сгоревшими стиральными машинами. Мне все выдало, я такой, проверю-ка я в Яндексе, как этот запрос работает. Идеально работает, никаких грузовиков сгоревших, просто только стиральные машины. Спасибо большое, Дмитрий Трещанин был с нами на связи. До свидания. До свидания. Это был обзор от Бильд. Не знаю, как насчет морской блокады, но информационную блокаду вы точно прорвать можете. Чем больше вы поставите лайков, тем больше людей посмотрит это видео. Подписывайтесь на YouTube-канал Бильд на русском и на Telegram-канал с таким же названием. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok